Всем привет! Меня зовут Таланкин Игорь. Я работаю в компании Тинькофф.ру над проектом мобильного банка для юридических лиц. И сегодня я вам расскажу про Android Lint, как мы его применяем у себя и как вы, возможно, тоже сможете применять его в своем проекте. О чем поговорим? Мы сделаем небольшой краткий обзор линта, что он умеет, что он нам предоставляет. И, собственно, приступим к написанию своих кастомных проверок. Расскажу, для чего это может понадобиться и как это сделать. Для начала хотелось бы поговорить про стоимость ошибки. Вот у нас есть, грубо говоря, четыре стадии разработки какого-то продукта, приложения. И когда мы ближе продвигаемся к нашему конечному юзеру, продакшен, у нас стоимость любой ошибки начинает возрастать. Причем она еще и не может быть ниже суммарной стоимости предыдущих этапов. И, соответственно, когда мы совершаем какую-то ошибку, которая возникает на этапе тестирования, то нам надо опять тратить время разработчика, тратить время других разработчиков, которые будут ревьюить наш код. Возможно, это будет повторяться, также тратить время тестировщиков. И на продакшене это может быть не только время, а также и какая-то потенциальная упущенная прибыль. На этапе разработки, как мы только что увидели, у нас самая, по сути, низкая стоимость исправления ошибки. И статический анализ нам в этом очень сильно помогает, потому что прямо на этапе написания кода мы можем сразу исправлять или находить какие-то ошибки. И, соответственно, стоимость у нас становится намного ниже. И какие существуют статические анализаторы? Что они вообще проверяют? Есть условно три класса статических анализаторов, которые у нас проверяют семантику, то есть просто как написан код. Но, опять-таки, на какие-то ошибки оно не влияет. Ну, какая разница компилятору, как там у нас табы используются или проверяют. Он скомпилирует и все. Есть более серьезные. Это те статические анализаторы, которые проверяют семантику. То есть это уже какие-то ошибки в логике, либо это могут быть какие-то мертвый код, либо даже какие-то уязвимости, которые тоже нас влияют на стоимость. И достаточно такие аналитические, так скажем, что это подсчет меток, допустим, сколько у нас строк кода, и сложность, насколько сложно понять ту программу, которую мы написали и так далее. Собственно, Android Lint – это статический анализатор кода. Он входит в поставку Android SDK, работает из коробки. И с версии 3.1 он работает не только под Android. То есть мы можем его использовать на Kotlin проектор. Работа для Android, то есть для Android это не надо, уже встроенные проверки работают. То есть никаких дополнительных действий нам не надо совершать, чтобы разработчики нашей команды использовали этот инструмент. Написанные правила можно поставлять вместе с AR. Кто знает такую библиотечку Timber, она включает в себя кастомные рулы, которые нас заставляют использовать место Android.utvlog Timber. И линд мульти-дисциплинарный, то есть он работает со многими форматами файлов. То есть на самом деле неважно с какими, там можно даже вот есть рулы, которые проверяют properties, рулы, которые проверяют картинки, размер картинок там в разных разрешениях и так далее. Использование литая достаточно простое. То есть просто набираем Gradually Lint, он нам выдает ошибки, которые он нам нашел там на дебаг, две какие-то issues на релиз, одну и генерирует два типа репортов. С первой это XML, удобно для того, чтобы там парсить, автоматизировать это как-то. Второй HTML, это больше уже для людей, чтобы они его могли читать. Также подсвечивает линии кодов, в которых произошла ошибка. И еще плюсом, как я говорил, работает VD, то есть мы написали какой-то код, забыли там вызвать на самом деле метод show, но и дешка нам говорит, что вот здесь есть какая-то проблема. В общем, если у нас есть уже какие-то кастомные, точнее встроенные проверки, зачем нам писать свои? То есть в ленте есть по умолчанию 300 проверок. Ну, наверное, они наш кейс тоже покрывают. Но на самом деле не всегда. То есть бывают такие случаи, когда нам надо находить ошибки именно в каких-то наших фреймворках, для каких-то наших специфичных юзкейсов. И вот, допустим, мы для нашего проекта написали такой ру, который мы используем библиотечку JSON, используем ProGuard, и если не навесить аннотацию service name, у нас может произойти такая ситуация, что поле переименуется во что-нибудь, что мы не ожидаем. Вот мы ожидали контракт number, а на релизной сборке это будет, например, какой-нибудь ABC. И тогда уже сервер, собственно, нас не поймет. И вот у нас есть ру, который находит все такие места и еще и подсвечивает, где вот эта модель с ошибкой была использована, чтобы разработчику было удобнее разбираться, что и где пошло не так. И вторая, наверное, цель – это контролировать соблюдение соглашений. То есть есть у нас соглашение в команде использовать CamelCase для ID-шек, бьюшек. И мы написали такой ру, который еще даже предлагает исправление тут же. То есть можем через alt-enter взять и исправить на нужное. Это тоже важно, потому что, когда на ревью попадает код, который содержит вот такие вот незначительные изменения, незначительные ошибки, то ревьюер может сфокусироваться на этом, а не на том, что действительно важно, то есть на ошибке какой-то в логике. Custom или Intrude – это обычный Java или Kotlin модуль. В данном случае это Kotlin. То есть мы определяем блок dependencies, куда подключаем в compile-only – это lint API, то есть API, с которым мы будем писать свои проверки. И для тестов, например, lint tests. Есть вот магическая константа lint version. Она вычитается как версия Android Gradle плагина плюс 23.0.0. То есть для 3.3.2 это будет 26.3.2 и так далее. Это по историческим причинам. И следующее, что нам нужно сделать, нам нужно сказать линту, какой класс у нас будет содержать все ошибки, которые мы можем проверять в нашем коде. Это называется issue registry. И через манифест, через атрибуты мы прописываем lint registry v2 и указываем имя класса нашего lint registry. После этого, чтобы наши проверки заработали, которых на самом деле пока нет, мы подключаем к проекту наш этот модуль через lint checks и, собственно, приступаем к написанию проверки. Custom issue registry. Наследуется от issue registry. Это класс, в котором нужно переопределить два свойства. Это gate API. То есть это константа линта, которая говорит о внутренней версии API именно линта. То есть если у нас линт был собран очень давно, возможно, API уже поменялся, и таким образом линт, допустим, может выключить нашу проверку, потому что она там несовместима, то есть не будет нам ломать build. И второй – это get issues. Здесь мы возвращаем список issue, которые мы будем искать в нашем, ну, на самом деле не только в нашем коде. Сразу пример. Вот недавно я написал такой код, то есть one activity result, проверяю результат код, что он соответствует activity ok, запускаю, ничего не работает. Даже поставил breakpoint, а потом смотрю, на самом деле я проверяю не результат код, а request код, то есть совершенно две разные сущности. Названия одинаковые практически, ошибиться очень легко, и заметить тоже на самом деле не очень просто. И тут надо обратиться к линту и понять, есть ли у него инструменты для того, чтобы найти, ну, вот такого рода проблемы. И на самом деле есть, и не только в коде, да, то есть есть XML-сканер, который позволяет как-то ресурсы нам анализировать. Source Code Scanner – это вот то, что мы как раз будем использовать для того, чтобы анализировать наш исходный код. Ну и на самом деле есть там еще несколько сканеров, которые позволяют анализировать другие вещи. Собственно, Source Code Scanner из коробки, у него есть несколько таких common use cases. Это, допустим, обращение к символу с определенным именем, да, либо там вызовы методов с определенным именем. Они достаточно популярны, поэтому они сделали отдельный для него API. Вот. И нам в этом поможет, собственно, обращение к символу с именем символный. Будем проверять, что мы используем вот эту вот константу activity, там резалт окей, либо резалт кэнсел, и будем проверять, с чем она, собственно, сравнивается. Работа с Source Code Scanner включает в себя работу с UST. Это Unified Abstract Syntax 3. Это библиотека от JetBrains, которая нам строит, собственно, абстрактное синтаксическое дерево, но подразумевая универсальный анализ Java и Kotlin кода. То есть почему нам важен именно универсальный, сейчас вроде бы все используют Kotlin, и может быть нам достаточно какого-нибудь детекта, но вот для больших проектов, такой, например, как наш, там 160 тысяч строк кода, и только 25% у нас на Kotlin. Вот. А в Java, если мы что-то пишем, ну, мы тоже можем ошибиться. Выглядит UST примерно вот так, есть два идентичных класса на Java и на Kotlin, и UST дерево будет выглядеть вот так. То есть у нас есть какой-то U5, это Compilation Unit, там есть декларация U-класса, MyClass. То есть если там несколько будет, их, соответственно, будет несколько. Ну и, соответственно, структура класса поля, hello, которое проинициализировано константой, и метод в данном случае пустой. С высоты птичьего полета вот так вот выглядит детектор. Первое, что нужно сделать, это создать issue. issue – это какая-то конкретная проблема в нашем коде. Выглядит она вот так. Создается статистическим методом issue.create, и туда надо передать несколько параметров. Первое, это идентификатор. Идентификатор уникальный среди всех issue, которые мы анализируем, как встроенных, так и кастомных. Brief description и explanation – это описание. Brief description, по сути, это вот в HTML репорте, оно там будет заголовком. Explanation – это уже какой-то большой блок кода, в котором мы объясняем, что, почему, как это исправить и так далее. Категория и приоритет – это для, опять-таки, HTML репортов, для того, чтобы разделить проблемы по каким-то категориям и отсортировать их по приоритету. Также мы можем создавать свои категории, если это нам нужно. Severity – это, собственно, серьезность ошибки. Там есть несколько уровней. И, допустим, fatal уровень – это какие-то самые критичные ошибки, которые могут нам вообще поломать работу приложения. Там, допустим, создали XML layout, там объявили 10 вьюшек с одним и тем же ID-шником, и линд будет ругаться на то, что, скорее всего, при find view by ID мы получим не то, что мы хотим. И последний implementation – это такой дескриптор, который говорит, каким детектором и в каком скоупе искать вот эту нашу конкретную проблему. В данном случае это activity result detector, передаем туда квас и scope. Скоупов есть несколько. То есть это все то, с чем работает Android Lint. Также их можно объединять. Можно написать детекторы, которые работают как с Java файлами, так и манифестами, ресурсами и так далее. Есть детекторы, которые работают, например, с Java кодом и с layout. Проверяют, что у нас, если в layout есть вьюшка с таким ID-шником, то в коде мы, скорее всего, должны к этой ID-шке обращаться, а не к той, которая в системе layout лежит. И следующее, что нам нужно сделать, это, собственно, унаследоваться от класса detector, заимплементировать интерфейс и определить два метода. Первый – это getAppleGalReferenceNames. Здесь мы указываем именно ссылок, которые нам интересны. То есть в данном случае это поля activity.result.ok и result.canceled. Возможности сказать, что это именно activity нет, но нам на самом деле тут не сильно важно. То есть result.ok и result.canceled я, например, только в activity всегда встречал. Ну, наверное, нам этого хватит. И в методе visit.reference мы будем уже производить какой-то анализ. Java context – это просто контекст, в котором сейчас происходит анализ. Допустим, какой фар сейчас анализируется, какой проект, какие настройки и так далее. Reference – это, собственно, непосредственно использование той константы с тем именем, которую мы объявили. И она у нас reference expression, то есть именно какая-то ссылка. Есть еще referenced. Это уже PSI элемент. И это элемент, на который мы ссылаемся. То есть если ссылок у нас может быть много, то декларация того, на что мы ссылаемся, будет только одна. В данном случае это activity.result.ok. PSI – это программ старчеринтерфейс. Используется в IDE для того, чтобы моделировать исходный код, там, Java, Kotlin, XML, файлов, на самом деле вообще всего. И Android Lint это использует тоже как такой бридж между нашим кодом PSI и UST. Что нам нужно сделать следующим образом? Мы хотели здесь проверить, что вот та ссылка на activity.result.ok, она сравнивается с корректным параметром метода. И вот вспоминаем про то, что у нас дерево. И если мы посмотрим на наш код с точки зрения UST, вот здесь у нас uReferenceExpression, наш reference. Если мы идем выше, у нас будет qualified referenceExpression. Еще выше – это binaryExpression, то есть сравнение одного параметра с другим параметром. Еще, что важно, мы здесь получаем два операнта. То есть у нас левый оперант и правый оперант. В данном случае вот правый оперант – это наша ссылка, а левый оперант – это какой-то expression. То есть на самом деле это может быть либо ссылка на параметр, поле метода и так далее. И в данном случае нам нужен левый оперант. Таким образом мы проверяем, что он у нас именно ссылка на какой-то параметр либо поле, а не вызов метода, например. И следующее, что нам нужно сделать, это понять, с каким параметром мы сравниваем вот ту ссылку, которую нам передал линд. То есть нам опять-таки пойти вверх по дереву, найти декларацию метода, найти вот этот вот параметр, requestCode, и проверить, что ссылки разные либо совпадают. Вот. То есть при помощи reference.getParentOfTypeUmethod мы ищем метод. И потом при помощи метод параметр list мы получаем параметр requestCode. То есть он первый у нас в декларации метода, мы получаем нулевой элемент. Вот. Следующее, что нам нужно сделать, нам надо проверить, что вот та ссылка, она ссылается на параметр, наш первый requestCode. Да, но так просто это сделать не получится, потому что у нас есть как бы две сущности. Есть expression, да, и есть как бы declaration. То есть вот если это у нас оперант, это reference expression, то есть это использование. У нас этих использований может быть много. Вот. И при помощи резов мы получаем тот элемент, на который этот expression ссылается. И проверяя, что эти два элемента совпадают, мы, собственно, понимаем, что здесь какая-то ошибка. После этого сообщаем о проблеме lin2 при помощи метода report в контексте. То есть передаем туда issue, какую конкретную проблему мы нашли. Потому что на самом деле те же самые детекторы могут параллельно вычислять еще какие-то дополнительные проблемы, которые также рядом где-то лежат в этом коде. Передаем vocation нашего выражения сравнивания. То есть вот это сравнение одного параметра загиблик некорректно. Ну и сообщение. После этого добавляем нашу issue в issue registry. И все. После этого у нас в HTML репорте уже ругается на этот код. линт. Также работает даже в ID. Все. Счастливые. Уходим домой. На следующий день на ревью попадает вот такой код. Да. И на самом деле здесь вот линт почему-то видит проблему. Хотя… Не видит проблемы, а хотя сравнение… Ну у нас практически идентичное. Вспоминаем, что мы здесь брали только левый оперант, а сейчас у нас ссылка на первый параметр метода – это второй оперант. Ну собственно что мы делаем? Мы просто берем и сравним. Если левый оперант – это ссылка на нашу… на наше поле в activity, то тогда берем правый оперант. Иначе берем левый оперант. Вот. После этого все работает. Счастливые. Опять уходим домой. Но разработчики они хитрые и могут писать разный код. Например, в какой-то момент на серии сборка упала с вот таким вот exception. Array index out of bounds exception. Когда мы смотрим, что у нас не так, оказывается кто-то написал код, где использовал ту же самую константу result ok, только взял только его имя. И соответственно в момент, когда мы пытаемся найти первый параметр gqrscode, ну линд ничего не может сделать, параметров на самом деле нет. Для этого нужно что сделать? Нужно взять и проверить, что во-первых, то поле – это у нас psi field, то есть это именно поле, а не что-нибудь, какой-нибудь метод. Может вдруг кто-нибудь начал создавать методы с такими именами. Вот. И дальше нужно проверить, что вот это поле – это именно член класса activity. То есть при помощи контекста evaluator, в контексте есть java evaluator, который позволяет вычислять значение выражений. Вот. И на самом деле проверять, допустим, является ли мембером класса, является ли мембером класса, например, в данном случае activity. Если нет, просто выходим из метода. Но, как я говорил, разработчики хитрые, и вот иногда они могут какие-то проверки почему-то выносить в отдельный метод. И в данном случае у нас первый параметр result code, все окей, но почему-то линд ругается. Смотрим на наш код, и на самом деле всегда берем первый параметр и считаем, что это request code. Хотя для этого куска кода это неверно. Вот. Но переписываем, просто ищем параметр request code и счастливо опять уходим домой. Пока кто-то не написал это все на код, не написал почему-то имена переменных var1, var2 и var3. Метод тот же самый, но имена уже другие. Смотрим, опять сравниваем по сути request code с result ok, и опять ошибка, но линд ничего не нашел. Вот. Но проверяем, что этот метод, в котором мы находимся, это метод onActivityResult. Опять-таки в том же Java Evaluator есть метод matches, куда перейдем метод, класс, в котором мы ищем метод. Говорим, что мы ищем еще и наследников, в наследниках этого метода, точнее наследников нашего класса, в котором вот метод определен, и указываем аргументы метода, которые мы ищем. После этого вот эту проверку можно на самом деле убрать, потому что мы теперь точно знаем, что это onActivityResult, и нам можно всегда брать первый параметр. Все, проверка работает корректно. Но опять мы в среде программирования, и можно писать вот так. И на самом деле еще тысячи способов. То есть если мы начнем вот эти все кейсы обрабатывать, возможно, мы просто больше времени потратим, чем сэкономим. И в какой-то момент надо остановиться. И я решил остановиться, например, вот здесь. Также не стал проверять случай, когда у нас может быть какой-то кастомный request code, либо result code и так далее. Но прикольно, конечно, сказать пользователю, что у тебя не так. Надо бы еще сказать, как-то исправить. Для линта существует такая штука, как линтфикс. Как она выглядит. То есть мы берем тот же самый метод. Берем уже второй параметр. Это result code. И при помощи метода fix, который объявлен в детекторе, создаем билдер. Говорим, что хотим заменить текст имя параметра request code на имя параметра result code. Билдим и передаем это все в контекст report. После этого у нас в ED-шке будет уже возможность предложить даже исправление. Ну, как и любой другой код, линт проверки тоже желательно было протестировать. И у линта, в принципе, достаточно приятный API для тестирования. Как он выглядит? Мы определяем какой-то кусок кода, который у нас будет представлять либо ошибку, либо какой-то случай, который мы хотим проверить. В данном случае мы хотим здесь ошибку найти. и ожидаем какой-то вывод линта. После этого мы собираем это все вместе. Есть такая класса, называется testlink task. У него опять-таки есть метод линт-билдер. После этого мы передаем туда наши файлы, тестовые данные, ищу, которые мы хотим искать в этих файлах, запускаем и ожидаем, либо, допустим, какую-то ошибку, что мы здесь нашли, либо, если ошибки нет, то там эксперт линт, например, будет. Но на самом деле еще по-хорошему было бы взять и проверить вот то исправление, которое мы делаем, не ломает ли она нам код. И при помощи unified div мы можем проверить, что одна строчка кода заменилась на другую строчку кода. То есть, примерно, все то же самое, только у нас уже просто ожидаем какую-то ошибку и проверяем, что наш линт-фикс отработал корректно. Иногда возникают такие проблемы, когда непонятно, на самом деле, где ошибка возникла. Допустим, array index out of bounds exception было непонятно вообще, на каком элементе именно свалился линт. При том, что у линта стек трейсинг достаточно трудно читаемый. Нам надо найти именно конкретное место в коде, на котором мы валимся. Есть для этого несколько методов. В контексте есть метод lock, который позволяет просто что-то залогировать в консоль, либо в lock IDE. Есть полезный метод uelement, это recursive lock string, который нам вот в таком виде выдает вот элемент под дерево, на котором мы его вызываем. Вот если мы посмотрим на activity result, дерево будет выглядеть примерно вот так. Еще есть полезная такая штука, называется PSI-viewer. Включается она таким вот образом, то есть в IDE properties прописать нужно параметр IDE is internal true. После этого станет доступен PSI-viewer. И здесь мы сможем написать какой-то код, либо взять существующий. Там на самом деле можно еще даже язык выбрать, который есть в поддержке в IDE. И посмотреть все PSI-дерево, которое строится по данному фрагменту кода. И, собственно, то, что мне помогло решить эту проблему, это отладка. Мы запускаем Gradle в режиме отладки, запускаем нашу таску, и потом коннектируемся к локальному Java процессу. Можно, кстати, через run-edit configurations создать ремонт конфигурацию и по нажатию одной кнопки оттачиться. Также можно оттачить дебаггер в тестах, но тогда в тестах будет работать только на тестовых сорцах. Все было бы хорошо, если бы не Google. Иногда бывает, что при запуске из студии у нас возникают ошибки, что Android SDK найти он не может. Из консоли работает, из студии нет. Решается следующим образом. Заходим в run-edit configurations, и в темплейтах Android G-Unit прописываем переменную окружения Android Home, то есть путь до нашего SDK. После этого тесты гоняются нормально. Еще есть проблемы с не только на самом деле аннотациями, а именно с теми классами, которых нет в класс пафе линта, которую он анализирует. Там есть возможность подключить какие-то библиотеки в класс пафе, и он их потом подхватит. Но иногда это просто слишком сложно и непонятно, как это делать, и нигде это не написано. Можно просто воспользоваться таким хаком, что если мы хотим анализировать все методы, которые аннотированы с myannotation, которая лежит где-нибудь в библиотеке, мы посмотрим, если на UST этого класса, мы увидим, что у метода никакой аннотации здесь почему-то нет. И решается тем, что мы просто скармливаем линту декларацию этой аннотации, допустим, либо какого-то другого класса. Достаточно на самом деле какой-то минимальной имплементации, ну, либо можно скопировать. После этого у нас аннотации уже присутствуют. В заключении хочется сказать, что выявляем баги на самом раннем этапе на девелопменте, соответственно, у нас стоимость ошибок достаточно низкая. Но стоит понимать, что серебряный пуль не существует. линт, он построен по принципам как бы false positive, но не false negative. Поэтому получается, что мы лучше скажем, что у нас есть в коде какая-то проблема, скорее всего, да, может даже на самом деле ее нет, но не промолчим и не скажем об этом пользователю. Вот. И, соответственно, какие-то такие проверки, которые достаточно просто реализуются, их можно легко автоматизировать, а не читать сидеть код под символом, лучше автоматизировать, потратив на самом деле не так уж много времени. И хочется поделиться полезными материалами. То есть это доклад от Тора Норбай, одного из корр-разработчиков Android-линта. Он там очень хорошо описывает возможности линта, что он умеет, всякие утилитарные классы и так далее. Вот. И линт-дев на Google группах, там есть тоже много полезной информации про то, как писать проверки, как ускорять линт и так далее. Там есть тоже много интересного. И что еще, скорее всего, вам понадобится, это исходники линта API. То есть чтобы как-то понять, что там происходит, очень полезно смотреть на встроенные линт-чеки, которые есть уже в линте, потому что, скорее всего, там уже есть ваш юзкейс, и вы можете посмотреть, как он реализован. И исходники USPSI можно найти в репозитории IntelliJ Community. Спасибо. Спасибо, Игорь. Алло, Дуду? Так, пошли вопросы. Помните, да, что по итогам тебе нужно будет выбрать лучший вопрос. Привет, спасибо за адекват. Я Никита. Скажи, ты советуешь использовать линт только для проверки каких-то андроид, около андроидных штук, или каких-то архитектурных, презентерных тоже? То есть не конфликтует ли это с G-unit тестами? Может, они там большинство всяких багов покроют? Да. Вот смотри. Я упоминал, что у нас есть проверка, которая проверяет везде сервиснейм. И, наверное, при помощи тестов вот эту сервисуализацию и с каким-то еще прогардом это будет достаточно проблематично протестировать. Поэтому лучше, может быть, один раз, вот как мы сделали, написать такую проверку, которая будет работать и искать такие проблемные места в коде, а не писать на каждый такой кейс какой-то тест и так далее. То есть здесь можно… Это никак не конфликтует. Как я сказал, что линт работает не только с андроидом, а также с обычными Java и Kotlin файлами. Ничто не мешает там вашим API, например, искать проблемы. Спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Сергей. Скажите, почему вы выбрали именно линт? Одна из причин, по которой мы выбрали линт, потому что это… То есть время на интеграцию практически нулевое. Вот пришел новый андроид-разработчик, он скачал андроид-студию. У нас в проекте есть какие-то линт-чеки, и они тут же начинают работать. Не надо ставить ни плагины, ни прогонять, ни детект, ничего. То есть мы просто поставили, и вот это вот… То есть какие-то дополнительные действия, которые нам надо было бы совершать, чтобы у нас, допустим, детект работал им сразу в коде, нам не надо. Ну и на самом деле мы там даже не можем контролировать, поставили разработчик там детект или нет. Тут, конечно, есть проблема, что и на линту он может особо не обращать внимания, но тут уже зависит от команды. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Я просто хотел задать вопрос, вообще не было ли оверкила в проде именно с линтом, потому что вот, например, у нас в команде мы используем там, например, тот же самый ProGuard, у нас есть также код стайл какой-то, и в итоге, если еще подключать, ну, как бы линт, ну, мне кажется, задачи, которые покрываются, например, код стайлом, они еще и перекрываются линтом. И возможно ли ситуации, когда, например, по правилам одно противоречит другому? Ну, на самом деле, к код стайлу линт особого отношения как бы не имеет, он все-таки проверяет именно семантику, а не стилистику кода. Ну, есть какие-то проблемы, которые могут перекрываться, но, соответственно, зачем использовать инструмент для того, для чего он не предназначен. То есть если мы хотим искать именно какие-то проблемы в нашем коде, то есть в частности какие-то ошибки либо уязвимости, то лучше, возможно, использовать для этого другой инструмент. Ну, наверное, все, что я хотел сказать. Здравствуйте, я Алексей, спасибо за доклад. И у меня такой вопрос, находящийся в околоразработческой сфере. Как эти изменения, как при внесении в проект линтеров статического анализа было воспринято командой? То есть я услышал, что false positive проверки — это нормально, но я как разработчик обычно хочу, чтобы у меня не было никаких варнингов, чтобы у меня не было никаких ошибок. И если мой инструмент не говорит, что у тебя здесь ошибка, но ее нету, я такое, получается, должен игнорировать. Это будет один раз, два раза, и я совсем на это забью в итоге. Да, такая проблема есть. И у нас это решается либо тем, что мы дорабатываем как-то ру, чтобы у нас такого не было, либо если мы как-то эту ситуацию нормально обработать не можем, но уже это как-то, наверное, на совести разработчиков. Я хочу немножко сфокусировать. Как восприняла команда это? Да. Команда восприняла, в принципе, положительно, потому что вот мы начали внедрять AdLint и нашли там несколько сразу багов. То есть что у нас кое-где модели реализовались неправильно. Но по какой-то причине либо тестирование до этого не дошло, либо еще что-то. Поэтому у нас это сейчас практикуется, и мы стараемся какие-то такие вот случаи, наиболее повторяющиеся, реализовывать в виде линтов. Спасибо за доклад. Ты можешь какие-нибудь примеры привести, где вам помог вот эти вот кастомные правила для линта, кроме вот сериализации и, ну, вот on activity result. Какие у вас еще в проекте есть? Ну, в проекте у нас есть такое соглашение, что… не то, что соглашение, вот есть у нас e-nams, да, и у них есть предопределенный набор параметров. И если нам в серию пришел какой-то параметр, о котором мы не знаем, ну, мы, наверное, не хотели бы просто не давать пользователю работать, а использовать какое-то неизвестное, грубо говоря, значение. Вот, и мы навешиваем аннотацию на такое значение, которое должно использоваться по умолчанию, и с ним уже работаем, вот. И, соответственно, для всех e-nams, которые у нас используются в сериализации, у нас есть такая аннотация. Плюс есть еще ru, который проверяет для ru, если мы делаем несколько запросов и у этих, точнее, есть запрос, который включает в себя какую-то entity с relation, да, то есть получается у нас в одном запросе будет… Мы должны это все обернуть в транзакцию, да, чтобы у нас консистентные результаты были. Ну, на самом деле, room при компиляции ругается на такие случаи и говорит, что лучше бы для этого использовать аннотацию transaction. А так у вас просто не скомпилируется, получается, если… ну, какое вы правило поставите, то есть просто проект не скомпилируется в этом случае? То есть это обязательно будет? Нет, на самом деле он скомпилируется. У нас из-за того, что линд прогоняется очень долго, он гоняется на CI. Но также, если разработчик конкретно разрабатывает какой-то модуль, и он меняет код в этом модуле, он может отдельно прогнать линд, который там за 30 секунд ему скажет, где у него есть проблемы. Хорошо, спасибо.